всем привет с вами Наталья Маханёва канал все и сразу 26 июля 2020 года сегодня мы попробуем выкопать первую картошку начала желтеть я хочу посмотреть вообще что там есть или нет уже для тех кто недавно у меня на канале у меня огород лентяя потому что я активно сажаю все в мае даже еще в начале июня могу что-то поделать а потом меня начинают выбешивать комары слепни все остальное поэтому не огород лентяя то что я делаю то что я смогла сделать пока не было комаров слепни и прочей живности летающие жужжащие кусающиеся картошка была замульчирована прополота замульчирована подрыхлена сначала один раз сажалась картошка 15 мая вот конкретно этот куст начинается опять дождь московская область у нас не дня без дождя поэтому быстренько продолжим выкопаем сейчас покажу результаты данного конкретно куста три стебелька вот я уже вижу горох остальной горох одной рукой неудобно копать покажу позже вот то что получилось с этого одного куста прикольно то что я вроде как сажала по одной картофель не по две практически не кидал но насколько я понимаю это два разных сорта может быть я зацепила соседний куст хотя соседний вкус дороговато 8 получилось 6 картофелин больших 2 фасолинки для такого лета принципе мне кажется неплохо пока нас не сильно начался дождь огород лентяя многие постеснялись бы такое показывать но тем не менее я вам говорила есть картошка супер дорогая супер элитная вот она 4 куста из 11 я подвязала смотрите такой огромный наверно в метр двадцать рулетку под дождем брать не буду куст подвязаны 1 2 подвязала картошка замульчирована сейчас все надо будет господи скажите мне кто это короче нужно будет обрезать это уже под картошку постелить соломы будет 3 куст это у нас уника три куста а вот этот куст вообще обалденно огромный и до сих пор еще цветет после подвязки стал цвести еще лучше подвязывала я дня два назад это сарпа мира хоть и говорят что картошку большую нельзя сажать крупную ведь один из кустов были посажены огромными картофелинами потому что она типа не родится мелкими наш был ее порезать у меня фантазии хватило поэтому как посадила так посадила будем ждать эту куст я прямо тащусь он в размере тут я не знаю больше метра диаметре мне кажется огромный но все-таки фитофтора его наверно спила или просто желтеет от времени внизу короче листья уже начали желтеть здесь тоже желтеет подвязывать надо это я смотрел в огороде про наталья сморчкова подвязывать надо для того у нее там из омска картофель и вот телепов кажется могу ошибаться пусть меня извинят если кто услышит если я сказал это неправильно он сказал что плоды количество плодов зависит или наталья говорил неважно короче кто-то из них говорил количество плодов зависит от того как долго цветет картошка то есть вот там пасынок у него вырос зацвел значит еще картофелина выросла ну то есть не выросла зародилась вырастает уже потом как отсветет сарпамира конечно меня радует как принципе уника так что если наша картошка по 6 картофелин даст а это даст хотя бы там не знаю по 20 картофелин это уже будет прекрасно но 6 картофелин это конечно не айс но с другой стороны учитывая что я очень мало что делаю с этой картошкой может быть и нормально для ленивца может быть нормально ну и кратенько быстренько огурцы в пирамиде на улице желтеют завязи есть не растут вчера по-моему один или два сняла но я видео не делала сегодня зародыши есть крупненьких огурчиков и не нашла чтобы что-то содрать завтра вот там парочку подрастет поехали дальше моих девчонок перепелок темно открывать не буду пугать их так то недавно на канале у меня есть перепелочки чисто на яички для себя диетические не хоть и не куриные дек сейчас вы выглядят покажутся не их на данный момент 7 штук как я уже говорила более ранних видео птички очень нежные трепетные периодически уходят от меня 7 так 7 в ноябре еще подкупим может быть а может нет я каждый раз говорю что возрекает что я заброшу это дело и и опять мы в октябре-ноябре подкупаем десяточек перепелочек девочек поехали дальше я не показываю одну и ту же радугу каждый день то у нас сейчас опять идет дождь и соответственно опять радуга может 2 появится пока нет огурцы во втором мешке тоже очень холодная вон там краешек радуги у нас видим половинку радуги огурцов здесь нет все хвастаются урожаями одна я не хвастаюсь точнее хвастаюсь своими не урожаями ну да что делать как есть пока на улице дождь я решила в парнике поговорить с огурцами как обычно попрятаться вот так они у меня висят это один огурчик мешки тут где-то я видела тут один огурчик не знаю видно вам будет как я до него лезу или не будет видно еще есть маленькие тип такого но я его оставлю на завтра мужу будет салат с помидорок огурчики он не ест а мне хватит сегодня резиски с огурчиком вот такой тоже до завтра поживет такому алипосик после выкупки картошки в грязных перчатках не обращайте на меня внимание садово-огородный процесс в деле потом мы с вами соберем вот такую залеж помидорная конечно ее не видно вот здесь то что она сплелась с перчиком и тут три маленьких и два побольше и пророзовеньких или краснеющих такая прелесть пойдем за следующим краснеющие чудо я не держу красный до красноты помидорки иначе мы не дождемся их чуть-чуть начинают краснеть дозревают дома иначе мы вообще помидор не не поедем этом году тибуре еще тоже поснимаем там маленький совсем и вот эти три штучки чтобы дать возможность остальным подрасти тут я не знаю краснеть собирается или как но я тоже сниму пусть думает дальше дома достаточно сильный другие могут не успеть покраснеть вон там сколько много их растет еще мне очень нравится черек желтый черек я уже показывала каком-то видео как я снимала вчера крестница приезжала ободрала все желтенькие помидорки море сколько их много это всех этих если конечно не почернеют успеют завязаться прям гроздочки здесь грузь маленькая вот здесь вот вот краснеть я еще вам покажу они такие небольшие как перепелиные яички чуть больше перепелиного яйца вот сколько гроздей конечно это не выгодно держать парнике такой помидор ну это так мило ребенок зашел и желтеньких маленьких нарвал себе там уже не черек сорвем и заодно увидели что у нас один черный помидор то бишь стебель опять почернел здравствуй мучнистая роса вот этот же помидор другой страны он цветет он плодоносит и тем не менее ствол у него уже там где я показала черный посмотрите сколько помидор у них он много несколько дней я уставляю потом буду думать что с ним как он почернеет сильно нет